Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Вот и если перевести это на наш гражданский язык, получается, что плох тот работник, который не хочет в будущем стать начальником. Амбиции – это не всегда положительные качества человека. Но в последнее время работодатели отдают предпочтение именно амбициозным соискателям. В роли такого амбициозного соискателя на престижную руководящую должность предстоит сегодня выступить нашему среднестатистическому рассказывцу. Один из исследовательских центров проводил опрос среди россиян. Хотели бы вы стать руководителем предприятия, организации, фирмы, в которой сейчас работаете? 36% ответили утвердительно «да». Те же, кто не согласился, объяснили свой отказ отсутствием опыта, нежеланием брать на себя большую ответственность, боязнью, что руководящая должность не оставит свободного времени. Вот и мы решили в интернет-опросе бросить подобный клич среди наших земляков. Дорогие рассказывцы, кто хочет стать начальником? «Я хочу» — это был самый популярный ответ. 29% — «хочу сидеть в кресле босса и получать высокие оклады». 24% не отказываются от такого заманчивого предложения, но это чуть позже, пока надо опыта поднабраться. 22% больше подходит исполнять, чем руководить. 14% уверенно заявили, что готовы взять на себя ответственность и навести порядок в организации. 11% скромно проголосовали за строчку «Я и так руководитель». Как видите, желающих занять хорошую, престижную, руководящую должность среди нас немало. Осталось только пройти собеседование. В интернете много всяких тестов на эту тему. Я выбрала тест «Сможете ли вы пройти собеседование на должность топ-менеджера?». Признаюсь честно, я проходила этот тест в индивидуальном порядке. И мне ответили «Извините, вы нам не подходите». Может быть, у среднестатистического рассказовца шансов больше? Проверим. Иногда на собеседованиях задают странные и необычные вопросы. Чтобы проверить вашу сообразительность, умение искать нестандартный подход, проверить способность принимать решения в стрессовых ситуациях. Для собеседования мы специально выбрали молодых людей и девушек. За ними будущее. А все каверзные вопросы теста взяты из жизни. Именно их нередко задают на собеседованиях. Итак, начнем наше интервью. «Если вас спросят, у вас есть хобби, вы ответите. О, да, я занимаюсь йогой, играю в покер и развожу улиток. Нет, все свое время я посвящаю работе. Люблю путешествовать, кино и рисовать. Свободного времени хватает только на семью и друзей». «Ну, я очень люблю действительно путешествовать. Ну, кино как-то не очень хватает. Но вот путешествовать, я думаю, нормально. Я люблю по листам съездить, с друзьями там отдохнуть. Вот. Немножко на это время не хватает. На кино уже так не хватает». «Как узнать, сколько белых автомобилей в Москве? Ваше решение. Спрошу у инспектора ГИБДД. Куплю на рынке ворованную базу ГИБДД. Зачем знать такие глупости? Посчитаю количество белых машин, проехавших по МКАД за полчаса. В сутках 48 раз по полчаса. Умножаю, получаю примерное количество машин». «Скорее всего, обращусь на руководящие должности в ГИБДД. Там же у них есть определенная база автомобилей по ПТС. Каких автомобилей, какого цвета». «То есть информацию вы нам добудете?» «Да». Как круглые конфеты ММДэнс удается идеально залить глазурью? «Отвечайте, как на собеседование». «Ох». «Ваш ответ. Они окунаются в глазурь специальными щипчиками. Лучше мне этого не знать, и про то, как делают колбасу, тоже. Их обливают глазурью в барабане, похожем на бетономешалку. И постоянно трясут. Я обязательно договорюсь о встрече с руководителем компании-производителя, чтобы узнать этот секрет». «Мне больше, наверное, первую понравится. Ой. Чего там их окунают? В глазурь специальными щипцами. Ну да. Представьте, в каждую ММДэннингу сидеть и вот так вот очень кропотливый труд. Это точно. Почему крышки люков круглые? Почему крышки круглые? Давайте порассуждаем. Может быть, круглые крышки легче катить? Квадратная крышка может упасть в люк, потому что диагональ квадрата больше, чем его сторона. Круглую крышку не нужно вращать и разворачивать, чтобы совместить с отверстием люка, закрывая его. А как у вас что там последняя? Она круглая, чтобы ее было легче вращать, да, и разворачивать? Ну, будем надеяться, что это так. Спасибо. На вопрос, всегда ли солнце всходит на востоке, вы ответите. А всегда ли дважды два-четыре? Конечно, всегда. Вероятно, в вопросе есть подвох. Нет, не всегда. Принесите мне карту мира. Нет, южный и северный полюса – исключение. Как ответите? Вероятно, в вопросе есть подвох. Нет, не всегда. Принесите мне карту мира. Представляете, принесут вам карту мира. Дальше что будете делать? Не знаю. Надо найти, где Россия. И гордиться своей страной, между прочим. Самой большой на нашей планете страной. Что вы будете делать с доставшейся вам в наследство страусиной фермой в Южной Африке? Ну, не знаю, да. Выгодно продам ферму и куплю акции какой-нибудь перспективной компании. Я пока не готова перебраться в Африку на постоянное место жительства. Оставлю работу, сдам квартиру, перееду жить в Африку и буду управляющим страусиной фермы. Я очень давно хотела что-то кардинально поменять в жизни. Возьму отпуск, съезжу в Африку, начну строительство отеля для туристов. Жить рядом со страусами им понравится, а мне принесет хороший доход. Мне кажется, вы совершенно точно надо мной издеваетесь. Ну, я построю там отель для рабочих. Вот, рабочих. Для туристов. Да, для туристов. Давайте еще раз. Я построю отель для туристов. И будете получать прибыль. Да. Туристическим бизнесом займитесь. Удачи вам в этом желаем. Спасибо. Вздохните с облегчением. Остался последний вопрос. Как вы будете вести бой с медведем? Мне обязательно биться с медведем. Я постараюсь тихо и незаметно удалиться. А у меня есть с собой какое-нибудь оружие? Я выстрелил бы в воздух и обратил медведя в бегство. Буду бегать от медведя, пока он не устанет. Ну, как вы будете бороться с медведем-то? Вести бой с медведем? Второе. А что там второе? Какое-нибудь оружие достану, сделаю выстрел и пущу в бегство. Но в медведя не будете стрелять. В воздух будет выстрел. Уф, собеседование закончено. Всем спасибо. Но вы пока не готовы к роли босса. К сожалению, вы слишком разволновались и не смогли правильно ответить на каверзные вопросы теста. Могли бы хотя бы попытаться придумать свои оригинальные ответы. Но не расстраивайтесь, у вас все еще впереди. Приходите к нам еще. Не знаю, что нужно этим работодателям, но им мало кто подходит. Может быть, нас несколько утешит информация о том, как прошли этот тест другие люди. Руководитель вашей призвания менее 1% человек получили такой результат. У 27% есть талант к управлению. А вот большинство, 71%, как и мы, пока не готовы к роли босса. И чуть более 1% вы ужасный кандидат. К счастью, это тоже не про нас. На этом с вами прощаюсь и приглашаю на наш сайт в интернете, где появился очередной опрос. В этот раз он у нас окрашен в бело-черные тона. Ждем ответов и желаем удачи.